Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения. Меня зовут Валерий Иванов. Мы с вами сегодня поговорим о кредитах, о лизингах, о сущности, о понятиях и отличительных особенностях. Сделаем небольшую сравнительную характеристику и расскажем о наших курсах, которые мы читаем в Центре компьютерного обучения «Специалист». Напомню всем, что у нас есть сайт специалист.ру. На сайте есть информация о преподавателях, о Центре. Вы можете найти информацию о всех преподавателях, в том числе обо мне, Иванову Валерию Георгиевичу. Здесь почитаете интересную информацию, какие сертификации, видео можете посмотреть в любой момент. У нас часто и периодически практикуются бесплатные семинары. Соответственно, по интересующим темам можете ознакомиться с методикой преподавания конкретных преподавателей. Можете задавать сообщения менеджеру. Вас всегда приветствуют лучшие администраторы комплексов. Можете приходить лично. И на все вопросы, которые у вас возникают, будут получены ответы. Здесь есть некоторые видеозаписи, семинары от часа до двух по отдельным темам. По теории бухучета, по отчетности, по НДС, по инвентаризации, по зарплате, по резервам, по свидетельным долгам, по учету лизинговых операций. Можете посмотреть конкретно. У нас я лично веду курс учет лизинговых операций, бухгалтерский налоговый учет в 1С бухгалтерии. Мы там смотрим все позиции лизингового получателя, лизингодателя. Мы отвечаем на вопросы в рамках текущей деятельности слушателей. В основном это, конечно, позиции лизингополучателей. Но очень часто к нам приходят лизингодатели и тоже интересуются бухгалтерским налоговым учетом своих операций. Марина, вы с какой стороны лизингополучателя и лизингодателя? У нас статистика всегда 80% это лизингополучателей и 20% ближе к 10% это лизингодатели. Мы можем, в принципе, приступать, начинать. Отзывы, видео и информацию можете почитать на сайте специалист. Мы приступаем. Первое, с чего хотел бы начать и что мы должны посмотреть, немножечко обсудим. Такой эпиграф нашего сегодняшнего занятия. Если у вас достаточно денег, чтобы получить суда в банке, это значит... Как вы думаете, что значит? Пишите в чате, я буду видеть все ваши ответы, комментировать. У нас есть слушатели и в аудитории, и по вебинару. Мы постоянно практикуем такие формы обучения. Как вы думаете, что значит, если у вас достаточно денег, чтобы получить суда в банке? Марина. Значит, их недостаточно, но нам нужны они еще. Правильно? Да, смотрите, у нас тема кредит и лизинг как раз отличие и особенности. Сразу к нашей теме, если применительно. Если лизинг, то верно ли, что это всегда на какую-то конкретную цель? И это всегда на какое-то имущество? Ну, по-практически, верно, да. То есть, это лизинг всегда или движимое имущество, или недвижимое имущество и точка. А если кредит? Кредит... Теоретически это шире, то есть, если мы говорим о кредите, это шире, но если говорить тоже о сути отношений с банками, банки тоже будут всегда смотреть целевой характер. То есть, это тоже будут оборотные средства. Вряд ли нам будут выдавать кредитные линии на выплаты зарплат. То есть, будут, конечно же, на какие-то... А? Ну, условно, есть, конечно, есть кредитные линии, есть овердрафты, есть возможность уходить в минус, плюс. Сергей пишет, что можно стартануть и свое дело запустить. То есть, если у вас достаточно денег, чтобы получить суда в банке, это значит, что можете начинать свое дело и не нужна вам суда в банке, говорит Сергей. Можно и так судить. А может и нужно нам как раз первые 5 миллионов, условно, чтобы свое дело развить. Но банк, как будет на нас смотреть, если мы впервые приходим с нуля, только открыли вчера фирму, идем получать 5 миллионов на развитие фирмы. Ну, у меня есть такой опыт, я могу сказать, что вам не будут слишком рады и сразу никто вам в банке 5 миллионов не отдаст просто за то, что вы открыли фирму. То есть, чтобы получить кредит на развитие, нужно приложить усилия. То есть, нужно как минимум существовать, уже минимум год на рынке, нужно показать прибыль, нужно, чтобы были хорошие показатели, нужно иметь какое-то обеспечение и надежных учредителей, которые будут гарантами. Ну, конечно, если учредители гаранты всего того, что происходит, то, возможно, банки на вас обратят внимание. Что касается кредитоспособности, и лизинговые компании, и банки будут оценивать вашу кредитоспособность. Но, если у вас плохая кредитная история, насколько кто критично к этому будет относиться? Вот если у нас кредитная история, как у организации, немножечко не очень. Если банки, это однозначно будут отказы. Если лизинговые компании, ну, если они достаточно переживают за свои активы, то тоже будут отказы. Но практика говорит, что даже имея не очень благонадежную кредитную историю, можно на 60% больше вероятность, что вам именно лизинг одобрят, лизинговые компании. А кредиты кредитной организации однозначно не одобрят. То есть, если проще с проблемными активами, с историей, что проще, проще иногда лизинг получить. Что дороже, иногда дороже лизинг. Но все нужно в сравнении, поэтому сегодня мы поговорим как раз об этом. Если у вас достаточно денег, чтобы получить суд в банке, значит, не буду тянуть долго интригу. Это значит, что ваша фирма процветает. И банки кредитуют только нас в ясную погоду. Если на рынке всем плохо, и нам в том числе, банки никогда не подадут руку помощи. Если мы успешны, то с нами будут работать. То есть, если у вас достаточно денег, чтобы получить суд в банке, значит, ваша фирма процветает. Получить, говорю, суд в банке и не зря. Потому что кредит – это всегда отношение между кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения ссуды. То есть, когда мы говорим о кредите, мы должны понимать, что кредит – это с одной стороны суда, а с другой стороны проценты по этой суде. И все вместе и есть кредит, как договорные отношения между кредитором и заемщиком. Финансы – это тоже отношение. Кредит – это тоже отношение. Лизинг – это тоже отношение. Но есть свои особенности. То есть, когда мы получаем, отдаем, возвращаем, мы говорим о суде. Но плата за пользование судой и есть процент. Поэтому всегда, когда речь идет о кредите, вы должны помнить не только о сумме денег, которые вы получили у банка, верно? О суде. Но еще и о проценте, о плате за пользование этой судой. Так вот, плата за пользование судой и плата за пользование лизингом, удорожание по фактически договору лизинга. И есть тот вопрос, который иногда становится краеугольным камнем именно в выборе, что лучше – кредит или лизинг. Ну, нюансы просто мы скажем об основных моментах кредита и лизинга. И, конечно же, мы вас приглашаем на наш курс, который будет уже в сентябре по учету лизинговых операций в 1С-бухгалтерии. И, конечно же, бухгалтерский налоговый учет этих лизинговых операций. Потому что в налоговом кодексе есть много нюансов. Сразу посмотрим мифы. Я сделал небольшие выдержки, нарезки. И чем всегда себя хвалят лизинговые компании. И правда или ложь, миф или реальность – об этом мы сегодня поговорим. Итак, первый вопрос – это суть, сущность, что такое кредит. Как вы считаете, что такое кредит? Это понятно, мы сказали, я только что это обсудил. А что общего между этими понятиями? Кредит – это любовь. Или любовь и кредит – что общего? Марина, как вы считаете, что общего? Кредит я уже дал. Это отношение между кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения с суженной стоимостью. А любовь – это что, как вы считаете? Любовь – это проценты, да? То есть, любовь – это проценты, говорит Марина. Сергей говорит, если никто кроме банков кредитов не дает, то это тревожный знак. Значит, банки имеют тактику продажи своих долгов более шустрым ребятам, чем судебные приставы. Тоже может быть. То есть, у нас весь финансовый рынок. Что общего у «любови» как понятие? Любовь заставляет брать кредиты. На самом деле, когда мы говорим о таком чувстве, как любовь, мы понимаем, что это тоже отношение. Верно? Что такое кредит? Это тоже отношение. На чем строится кредит? На доверии. А любовь на чем строится? Тоже должна строиться на доверии. Многие говорят, а если не доверяют, ревнуют. А что будет, если Марина, банк, начнет нас ревновать по кредитному договору? Не, а если уже мы его получили? Могут поднимать проценты, могут еще что-то. Это нормальные, здравые отношения или не очень? То есть, это нормальные отношения, Марина будет терпеть. Нам банк поднимает проценты. Если это предусмотрено договором, то мы понимаем, что первый договор 9%, второй 16%, третий 20%. А если это противоречит условиям договора, то мы говорим, что такие отношения должны быть расторгнуты. То есть, какие основные элементы и сущность кредита. Мы сейчас посмотрим принципы, функции, но, конечно же, прежде всего это отношения. Все отношения строятся на доверии. Да и в переводе кредит означает доверие. То есть, кредит это доверие. Соответственно, лизинговые компании по какой-то мере тоже нам доверяют. Когда мы говорим о лизинге и кредите, есть сущностные отличия. Почему именно кредит нуждается в доверии? Мы сейчас узнаем. А лизинг строится в данном отношении. Но доверие там не на первом месте. Как вы считаете, в Российской Федерации, если взять 100% активов или 100% пассивов, наше богатство на 100% состоит из собственного капитала, мы это знаем из баланса, плюс обязательства, верно? Вопрос. Какой процент должен составлять обязательств кредитов, лизингов, задолженность поставщикам, по зарплате? Какой процент должен составлять обязательств перед миром внешним, чтобы мы чувствовали себя комфортно? На 100 рублей активов. Если у меня есть 100 рублей, сколько должно быть у меня обязательств, чтобы считать себя полноценно закредитованным, чтобы со мной еще могли работать лизинговые компании, банки? Светлана пишет 30, Сергей пишет 20. Ну, во всем мире говорят 50 на 50, но если смотреть, например, развитые страны, например, Япония, то в Японии собственных средств у компаний 2%, а обязательств 98%. Дело в том, что там кредиты и займут 1% годовых. Это много или мало? А депозиты там под минус 1, под минус 1, под минус 0,5, то есть за счет того, что население несет 100 долларов, а возвращает себе через год 99, они платят за стабильность экономики таким образом. А предприятия получают кредиты под 0, под 1, под 2%, под 3% годовых. Это совсем смешно, верно? И даже если норма доходности, рентабельность там и всего остального не сильно большая в любой сфере бизнеса, то любая компания может получать кредиты и займы под смешные проценты. А теперь, как вы думаете, как в Российской Федерации? То есть, если взять среднестатистические компании, Марина говорит, что 20% российской компании – это обязательства, 80% – это собственные средства, да? Как ни странно, но мы, как в Японии, вы хотите сказать, что у нас прямо так широко развито кредитование предприятий? У нас не развито, вы предлагаете 80 и 20, а я говорю статистику реальную. У нас, как в Японии, 2 и 98. Что за парадокс такой? В Японии есть причина. Там действительно это происходит только из-за того, что там дешевые кредитные ресурсы, средства. А у нас причина какая? А у нас причина кроется именно в юридической сути. Все собственники выносят фирму, все учредители вносят фирму через займы. У вас предприятие сколько уставный капитал? 10 тысяч. 10 тысяч. И вам хватает и на аренду, и на все, и на жизнь, и развиваетесь, и прибыль генерируете сразу, и много? А у нас есть кредит. То есть вы открыли фирму 10 тысяч, и сразу взяли большой кредит? Или есть заемы? У нас уже стабильный. Уже прибыль есть. Уже фигурирует прибыль, и уже все хорошо. Я к тому, что на старте с 10 тысячами. Но согласитесь, Марина, что у вас постоянно на старте были займы от учредителей. Не было ни разу. Значит, у вас супер доходная модель. Если 10 тысяч на старте, если внесли 10 тысяч и развили супер бизнес, который существует много лет, без заемных средств, это как означает? Что я открыл фирму, и в первый месяц у меня уже были деньги на выплату зарплаты. Это значит, пошли большие контракты, большая выручка, и мне хватало все платить. Но это просто повезло. Но мне кажется, если посмотрите историю всего учета всей компании, что договоры займа от учредителей у вас были. Ну, немного, но были. То есть займы от учредителей, это тоже форма софинансирования, заемная. То есть поэтому в Российской Федерации все, кто использует займы на старте, вот именно мелкий-средний бизнес, чтобы выжить, так именно начинают. А потом, конечно же, бизнес начинают приносить, и все хорошо. Конечно, если уже фирма развита, истит крепко на ногах, то я могу и без кредитов, и без займов, и без всего остального. Но даже если мы супер успешны, мы всегда должны отдавать предпочтение развитию. Правильно? Какие есть принципы кредитования? Принципы – это основные правила. Как кредитуют всех? Принципы кредитования используются как при лизинге, так и при кредитах. То есть принципы всегда единые. Первый принцип звучит как принцип обеспеченности. Должно быть обеспечение. Что лизинговая компания, что кредитная организация, не будет с вами работать, если у вас нет обеспечения. А какие мы знаем способы вида обеспечения? Недвижимость, оборудование, может движимое имущество автомобиля. Если у нас, например, контора «Токсомоторный парк», может быть. Может у нас и недвижимости особо нет, какой-то маленький офис, или снимаем в аренду. Но зато у нас есть активы движимые. Да, это риски. Да, там будут оценки большие. Но все равно, если лизинговая компания нам будет предоставлять следующую партию автомобилей и видеть, что у нас уже есть 60 машин, то это служит каким-то обеспечением. Конечно, когда мы приобретаем недвижимость или движимое имущество, то само приобретаемое имущество может служить обеспечением. А есть такое понятие, как бланковые кредиты. Бланковые. Принципы это означают, если это не работает, то нет кредита. А бланковые как будто противоречат принципу обеспеченности, означают без обеспечения. Что в этом случае будет являться обеспечением, если я говорю, не может быть такого, что нет без обеспеченных кредитов. То есть бланковые кредиты, бланковые заемные средства. Мы всегда говорим о том, что бланковые означают без залоговой. Но в этом случае залоговым обеспечением будет являться деловая репутация. То есть все, что касается обеспеченности, она должна работать. А если мы хотим отдать, говорим, вы можете купить все, что хотите, мы даем 100 тысяч рублей на любые цели. Когда говорят на любые цели. Верно ли, что это не так? И цель нас ограничивает суммой. Или сумма ограничивает наши цели. То есть если говорят, вы можете купить на 60 тысяч, что угодно, я понимаю, ну стиральную машину. Ну холодильник. Но могу ли купить на 60 тысяч автомобиль? Ну если постараться, то могу и купить. То есть первый принцип, это обеспечение. Один из следующих принципов, о которых так косвенно мы на него вышли, это целевой характер. То есть цель всегда должна быть, а если ее нет, то прослеживаться из тех сумм, из тех стоимостей, которые реально могут быть. То есть обеспечение обязательно, цель обязательно. Есть такой принцип, как срочности. Все ли согласны, что любой договор и кредита, и лизинга, и займа, договор займа, должен быть на конкретный срок? Могу указать срок до остребования? Или могу ли указать срок 47 лет? Могу. Смотрите, 47 конкретный срок. Как на это смотрит налоговый орган и все остальные? Условно. Это как будто обеспечение. Но если будет возврат еще в конце срока и на 47 лет, смотрите, если мы кредитуем нашего учредителя, не мы берем кредитозайм, кредитозайм, а мы выступаем в роли кредитора, то в этом случае, если мы кредиторы, предоставляем взаймы 10 миллионов рублей на покупку квартиры нашему учредителю или директору, или кому-то еще, и указываем срок 47 лет и возврат в конце срока, налоговое все сделает для того, чтобы хотя бы налоги удерживать у таких выгод. Если это беспроцентные платежи, а мы можем сделать еще и процентные? Мы можем. Налоговая инспекция будет говорить, если ваша ставка меньше, чем 3, 2,3 от учетной ставки Центробанка, на сегодня она сколько? 7,5%, верно? То есть, если ваша ставка меньше, чем 2,3 от учетной ставки Центробанка, то вы должны облагать разницу, которая превышает, ну, считать в сумме минимум 2,3 от учетной ставки Центробанка налоговую выгоду у вашего учредителя, у вашего заемщика. И ничего страшного, я к тому, что раньше этого не было, 2016 года это появилось. Ну, если сравнить с процентами ипотеками в кредитах и банках, то 5% это не сами 5%, это еще и 35% от этой суммы будет НДФЛ. А 35% от 5% это уже там 2%. Поэтому это небольшие деньги, если сравнить с процентами в банках. Хорошо, значит, как отражаются в учете кредиты, займы? Это всегда, конечно же, через денежные активы, то есть деньги получили деньги кредит 66 или 67. А как возвращать деньги займ? По кредиту 51 дебит 66 или 67. Запомните, по правилам учета ПБУ 15, проценты по кредитам и займам учитываются отдельно от тела. Тело получили, тело вернули. Кусочки тела можно возвращать разными схемами, аннуитетными, дифференцированными. А вот начтение судных процентов это всегда отдельный субсчет на 66-67. Начисленные проценты это всегда 91.2 кроме инвестиционных активов. Инвестиционные активы, если связаны со строительством, конечно же, с основными средствами отправлять на 0.8 счет до тех пор, пока 0.8 не закроется на 0.1. А когда мы 0.8 счет скинем на 0.1 через 6 месяцев, например, а кредит на 3 года может быть? Кредит на 3 года, а мы строили завод 8 месяцев. Первые 8 месяцев проценты мы начисляли на 0.8. Когда мы 0.8 отправим на 0.1, включим первоначальную стоимость, после этого мы все равно начнем по старинке начислять проценты дебет 91, кредит 66, 2. А платить деньги нужно красиво всегда с расчетного счета. Можно ли перечислять наличными лизинговой компанией? Можно, если хотите. Да. Можно ли платить безналом лизинговой компании банку? Помните, деньги есть как наличные, как и безналичные. Если даже нет денег у вас компаний, то любое лицо может за вас заплатить. Это не запрещено. По письму уведомляете и все хорошо. Так, это немножечко что о кредите, то есть основные моменты с кредитом. Если говорить о лизинге, значит мы должны знать, что есть закон о лизинге 164 ФЗ, о финансовой аренде лизинга. Лизинг бывает глобально финансовый и операционный, точнее аренда бывает финансовый и операционный, а финансовая аренда это лизинг. То есть лизинг это всегда финансовая аренда. Конечно есть еще и правила МСФО, которые недавно еще и поменялись. У нас есть курсы в центре специалист по международным стандартам финансовой отчетности. Мы всех приглашаем, то есть кто желает, всегда будем рады. Целая линейка большая по трансформации, по дипифру, по просто основам МСФО. А сейчас мы посмотрим все, что касается просто из закона хочу дать вам определение. Но сразу напомню, что все современные законы не сильно распространяются о сути, а говорят о форме. То есть что такое лизинг, это то, что прописано в договоре о лизинге. Круто, да? Ну или это отношения, экономические отношения между кем? Лизингодателем и получателем по поводу чего? То есть мы уже суть разворачиваем. По поводу предмета лизинга. То есть здесь говорится, что это совокупность отношений, которые возникают в договоре, в том числе приобретением предмета лизинга. Верно ли, что лизинговая деятельность это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг? То лизингодатель должен приобрести активы и передать их по договору лизинга лизингополучателю. То есть всегда в договорах лизинга будут три стороны. Как лизингодатель, так лизингополучатель. И еще и третья сторона продавец имущества, поставщик. Абсолютно верно. Верно ли, что если говорим о кредитном договоре отношения только с кредитором и заемщиком, то есть банком и с заемщиком или с любым другим кредитором, в чем отличие кредита от займа? Кто скажет? Кредит и заем. В чем отличие? В единственном числе нужно говорить заем. Нет, отличия нет. То есть кредит и заем возвратный. Кстати, когда мы говорили о принципах, среди принципов нет принципа возвратности. Есть принцип обеспеченности, принцип платности. И кредиты и займы платные, бесплатных не бывает. Но если есть беспроцентный заем, это не страшно. Это означает, что мы решили не указывать плату за пользование судой. То есть платность это дело такое. Конечно, если мы кредитуем, то должны быть платные. Срочность, обеспеченность, платность, цель, дифференцированный подход между всеми, ну и договорной характер. И кредит, и займ должны подписываться всегда в каком виде? В устном или в письменном? Конечно, в письменном. Международные конвенции разрешают правила международной торговли, разрешают и устные соглашения. Но Российская Федерация как правоприемник Советского Союза в 1981 году подписывала конвенции ООН и Венские всякие на условиях, что никогда в устном виде международные отношения построены с Российской Федерацией и со странами СНГ, уже впоследствии сейчас все страны СНГ тоже это признают, никогда не будут в устном виде. То есть все договоры между юрлицами всегда будут как? В письменном виде. То есть мы это говорим, что это сходство. И кредит, и лизинг, и договоры займа, они всегда будут в письменном виде. Всегда срочно, всегда платность. А смотрите, возвратности здесь нет. То есть возвратность это считается свойством, а не принцип кредитования. Возвратность это и есть суть самого кредита, что отношение между кредиторами и займщиком по поводу возврата того, что получили. Займы и кредиты отличаются только одним пунктом. И только одним. Этот пункт звучит так. Кто кредитор? У кредитов кредитная организация банка. У займов кредитором является любое юрлицо и физлицо, но не кредитная организация. То есть, конечно же, в гражданском кодексе будет сказано, в кредите должно быть написано слово кредит, в банке, в займе, договоре займа должно быть написано в названии и по тексту слово займ. Но именно суть в этом, то есть, кто кредитор? Если ломбард нам выдаст договор кредитный, то вопрос имеет ли он это право или он должен выдавать договор займа? Конечно, договор займа. Обычно юрлица и физлица только договор займа. Хорошо, если мы говорим о лизинге, то, конечно же, мы должны понимать суть лизинга. А мы сказали, суть лизинга кроется именно в отношениях между лизингодателем, лизингополучателем и еще в отношениях лизингодателя и в договоре с лизингополучателем будет фигурировать поставщик-продавец, за сколько продает. Это очень важно знать для целей налогового учета. Потому что у лизингодателя будет обязанность прописать в договоре лизинга, за сколько он приобрел у поставщика этот объект лизинга. Ну и, конечно, будет еще и процент удорожания, то есть будет видно удорожание. Но компания, принимая объект на баланс, если лизингополучатель будет принимать на баланс этот объект, он должен его в налоговом учете поставить в сумме фактических затрат лизингодателя по приобретению этого объекта и доведению до готовного состояния. То есть, если лизингодатель потратил на это 2 миллиона, а нам продает договор лизинга за 5 миллионов, может быть такое? Может. В этом случае мы, если на нашем балансе будет имущество, будем 2 миллиона ставить на баланс. Хорошо. Значит, договор лизинга это договор в соответствии с которым арендодатель, лизингодатель, обязуется приобрести в собственность указанной арендатором имущества у определенного им продавца и заплату, то есть, готов предоставить лизингополучателю это имущество заплату во временное владение и пользование. давайте скажем, у нас есть понятие в юриспруденции триада спиранского 19 века соответственно, что означает триада спиранского? это право это право владеть пользоваться и распоряжаться вот если классическая операционная классическая аренда я сдаю в аренду офис у нас пять комнат одна свободно можем сдавать какое право мы передаем просто по договору аренды пользоваться то есть право пользоваться мы передаем по этому договору если у нас договор лизинга какие два права мы передаем по этому договору владеть и пользоваться то есть право владеть и пользоваться в двух учетах будут делить если просто пользоваться я могу этот объект у себя показывать на специальном счете 0301 например то есть принимая к учету основное средство это будет не 0 первый счет а 0 3 доходные активы которые предназначены для того чтобы приносили мне постоянную ренту выгоду ежемесячные платежи и так далее если я приобретаю комбайн John Deere с целью сдать его в лизинг сельскохозяйственной компанией может быть то у меня уже здесь будет другой субсчет 0302 0302 говорит что уже два права даются это право владеть и право пользоваться подождите а если это обычный договор купли-продажи мы сельскохозяйственной компанией купили себе трактор на каком-то сельскохозяйственном автосалоне или выставке или где-то трактор чей наш право собственности это что означает это означает все три пункта работают по-старанскому то есть и владение и пользование и распоряжение а на западе говорят какая разница главное у кого контроль кто контролирует активы тот и отражает поэтому учет аренды ПМСФО немножечко отличается от нашего учета но обещают то есть что с 21 года уже учет аренды у нас будет как ПМСФО то есть уже приняты все стандарты федеральные части аренды пока только кто хочет имеет право так их использовать но пока мы по-старому говорим что действительно владеть пользоваться распоряжаться а это не говорит о контроле говорит я имею право контролировать а распоряжаться это что означает распоряжаться это право отчуждать то есть я могу перепродать отдать распоряжаться имуществом давайте подумаем по лизингу мы имеем право распоряжаться имуществом если я лизингополучатель то я не собственник все что происходит с этим объектом это собственность кого лизингодателя Хорошо. Если мы говорим о кредите. Кредит, он похож на договор купли-продажи? Конечно, потому что по кредиту все имущество в первый день подписания кредитного договора ваша собственность. То есть оформляется право собственности на вас как конечного получателя бенефициара всех выгод. Если же мы говорим о лизинге, то права собственности у вас как у лизинга получателя нет. Это и минус и плюс. Как подумать? А давайте подумаем, если нет права собственности, то мы и не должны платить налоги, наверное. Вот, например, мы покупаем транспортное средство в лизинг, автобус. Можем купить для нашего завода предприятие, автобус, развозить сотрудникам от метро до нашего завода и обратно. И мы приобретаем автобус в лизинг. Будет ли транспортный налог? Транспортный налог платит собственник. Нет, это неправильное утверждение. Второе утверждение. Транспортный налог платит то лицо, на которого зарегистрировано транспортное средство в ГИБДД. Это верное утверждение. То есть транспортный налог платит тот, на кого зарегистрировано в ГИБДД. Кто платит штрафы за превышение скорости? Тот, на кого зарегистрировано в ГИБДД. Скажите, будет ли лизинговая компания-лизингодатель заинтересована регистрировать транспортное средство на себя, на собственника? Никогда. То есть они всегда, хотя это право, я могу прописать на кого будут зарегистрированы. Всегда буду регистрировать транспортные средства, если я лизингодатель. На кого? На лизингополучателя. Все штрафы его, все страховки его, все налоги пусть будут его. В этом случае сразу возникает вопрос, не удорожает ли мой объект, но кредит вам ничего лучше не даст, потому что по кредиту это ваша собственность сразу и все штрафы, пение и транспортный налог тоже ваш. Поэтому здесь в этом плане вы равнозначны. Но если вам удастся уговорить лизингодателя, чтобы вы взяли транспортное средство, оно будет зарегистрировано на них, а вы просто будете кататься, то все штрафы и все будет приходить к кому? К ним. Но если они по договору напишут, что они вам это все будут перевыставлять, то вы только будете играть испорченный телефон и у вас сейчас так, да? То есть если они на себя отрегистрировали, то все вам перевыставляют на вас. Могли бы сразу на вас зарегистрировать, но они наверное переживают. Отчего переживать? Регистрация в ГИБДД не говорит о праве собственности. Регистрация просто на кого зарегистрирована, кому отправляются штрафы и кто получит извещение, уведомление, если физлица о транспортном налоге. Если же юрлица, то конечно юрлица сами считают транспортной налогой. Но зато вы освобождены от транспортного налога. То есть вы его не платите по лизинговым объектам. Хорошо. Значит предметом лизинга мы говорим могут быть любые вещи, а предметом кредита любые денежные средства. Кредит это всегда запомните возвращается той же монетой. Если я нефть получил по кредитному договору, дебет 41 или 10, кредит 66, то я должен вернуть нефть. И если я получил деньги, иностранную валюту 52, то что должен вернуть? Иностранную валюту. И если я получил 51 рублевые массы, я должен вернуть рублевые массы. Плакать или радоваться, если у нас валютная ипотека? В условиях растущего курса плакать. А если курс вечно снижается? Ну радоваться нам как-то не приходится. Хорошо. Все нормально. Есть предметы лизинга, субъекты лизинга. Договор 164ФЗ. Это вам домашнее задание. Вы его прочитаете. А на курсе 1С учет лизинговых операций мы его разберем подробнее. Договор 164ФЗ. Он 1998 года, но он со свежими изменениями. Я хочу, чтобы мы поговорили о... Чтобы мы сейчас поговорили именно о... О лизинге, о преимуществах, о недостатках, о сравнительных характеристике. Давайте немножечко о преимуществах, о недостатках, если говорить о лизинге. Если оперативный лизинг, финансовый лизинг это как раз привлечение техники. Можно что делать? То есть я бы так сказал. Оперативная аренда и финансовая аренда. А финансовая аренда это лизинг. Ну лизинг тоже делает на оперативный и финансовый, но мы так делать не будем. Мы скажем, что у нас есть операционная, оперативная, есть финансовая. Какие есть преимущества, недостатки? Все, что здесь вы видите, слышите, мы будем говорить, это, конечно, популистские меры. То есть я должен как-то привлекать ваше внимание к лизинговым операциям. Лизинговые компании должны привлекать ваше внимание к лизинговым операциям. Ну, например, если мы говорим о оперативном лизинге, то какие могут быть преимущества? То есть я могу, собирая виноград, урожай или если сельское хозяйство, арендовать технику только на сезон. Мне нужны прицепы и объемы тара для хранения только на сезонные работы. Я могу использовать самое современное оборудование, если это операционная аренда. Если это финансовая, то тоже могу самое оборудование. Мы должны сказать, что лизинг это прежде всего аренда, а это значит, я имею право выкупить в конце срока, но имею право и не выкупать. Верно? Скажите, если выкупная стоимость 1 рубль или 1000 рублей, мне выгодно выкупать или не выкупать? Конечно, выгодно выкупать. Если выкупная стоимость миллион в конце срока, а срок 3 года, и я этот комбайн эксплуатирую, и он стоит 3 миллиона, я его уже эксплуатирую 5 лет или 3 года, там по договору лизинга. Выгодно ли мне выкупать в конце срока за миллион? Нет. Поэтому все лизинговые компании на сегодня поголовно, я максимальную выкупную видел там 100 тысяч. То есть на сегодня нет ни у кого большой выкупной суммы. Почему? Потому что ни один лизингодатель не заинтересован, чтобы вы ему оставили комбайн, машину, трактор. Им негде хранить. Это проблемы потом сбыть это, избавиться от этого актива. И я общался с крупными лизинговыми компаниями, они говорят, извините, но наша цель, если они даже не плательщики, мы лучше эту сельхозтехнику или что-то оставим в полях, но не заберем. То есть по факту, если они не начнут платить, Сергей, возьмите на вооружение. То есть если вы не будете платить по договору лизинга, вам имущество оставят. Конечно же, никто так говорить не будет. Но в целом иногда так получается, что самой компании негде хранить, они будут потом на аукционы, торги в течение чего-то выставляют. Может быть, что если вы в регионе где-то, то там эта техника так и останется. А если она остается, можете тайно ею пользоваться? Хорошо. Сергей говорит, это реальный шанс стать комбайнером. Индивидуальный подход к выполнению требований лизингополучателя. Что это означает? Индивидуальный подход к выполнению требований. Конкретный вид техники, конкретная компания-производитель. Именно конкретно хочу вот этот пункт. Но это есть всегда при любом. Вот я не считаю это преимуществом финансовой аренды или чего-то. Дополнительные льготы при условии последующего выкупа. Какие льготы? То есть, если будем все-таки выкупать. Все лизинговые плачежи включаются в себестоимость продукции. Это действительно так. То есть, в любом лизинге, при любой аренде, я увеличиваю себестоимость продукции, работ, услуг на сумму текущих платежей. А это в любом случае, если у вас в балансе не будет на балансе? Это неважно, на чьем балансе, потому что сумма лизингового платежа включается в мои затраты, а затем расходы. То есть, лизинговый платеж здесь ключевой. Есть лазейка в налоговом кодексе. Сейчас мы будем говорить, что при лизинге есть коэффициент 3, ускоренная амортизация, еще что-то. Но налоговый кодекс говорит, это все популистские меры, потому что мы вам отсекли все. То есть, если вы объект, арендуемый по договору лизинга, вы принимаете к себе учет на ваш баланс и решили его амортизировать, то коэффициент не больше 3. Но общая сумма расходов в месяц не может быть больше, чем сумма лизингового платежа. Поэтому, что на моем балансе, что не на моем балансе, я не могу прыгнуть выше головы, выше суммы лизингового платежа. Если лизинговый платеж 10 тысяч, а амортизация выходит 30, то я не имею права признать свою амортизацию в 30, а максимум, сколько могу признать, это сколько? 10. Поэтому, когда говорят коэффициент тройка, мы сейчас ускорим, а при кредите нельзя ускорять, да ничего подобного. То есть, по договору лизинга, у меня могут еще и возникать иногда некоторые проблемы. Мы сейчас о них скажем тоже. Но преимущество однозначно, что я могу ежемесячно и входящий НДС, лизинг по закону облагается НДС. Минусы у лизинга, если мы на упрощенке. Никогда не соглашайтесь на лизинг, если у вас не общая система налогообложения. Выгода в том, что мы будем брать входящий НДС и сумма стоимости без НДС. Нам будут на эту массу накращивать сверху НДС. И если я на упрощенке не имею права на вычеты, ИПшник или ОООшка на упрощенной системе, этот НДС будет только удорожать. Более удораживать мою продукцию. А значит, ни один упрощенец не должен соглашаться на лизинговую схему. Ну, либо там должны быть такие льготные проценты. Если дают 4% годовых, а кредит под 16. Соглашаться на что? На лизинг? Вот Росагролизинг у них есть акция. 4% годовых госпрограмма. Выгодно брать, например, если мы сельхозпредприятие, сельхозтехнику под 4% годовых в лизинге. Или мне лучше брать кредит под 12, 15, 16. Тут как не считай, даже если НДС начислят и все на свете, выгоднее 4% годовых. Хорошо. Какие недостатки? С одной стороны, раз я имею, чтобы включить все в себестоимость, эта себестоимость увеличивается. То есть я в налоговом учете признаю все суммы расходов. Да, меньше налога заплачу. Но себестоимость выше. То есть здесь каждое преимущество, это и есть недостаток. С другой стороны. Если это обычная аренда, отсутствуют гарантии получения необходимого оборудования в требуемые сроки. То есть я могу арендовать только то, что на рынке предлагают. Но на рынке, слава богу, на сегодня нет дефицита. Все, что нужно, можно найти. Если это финансовая аренда, то я прошу именно конкретные техники, вот конкретного производителя. И мне у конкретного посовщика это закупают. Под меня. Это я не считаю так недостатком. Можно говорить, что низкая адаптированность к требованиям потребительского спроса. Но что вы хотите потребительский спрос? Это все условия такие. Значит, необоснованные затраты при уменьшении объемов производственной программы. То есть действительно необоснованные затраты, если у нас производства не будет, и мы передумаем или прикроем линейку. А мы купили специфическое оборудование, которое выпускает только там конкретные формы такой-то продукции. Если мы прекращаем, то нужно и прекращать сам договор лизинга. Скажите, можно ли досрочно прервать договор лизинга? Ну, условия будут прописаны. Выкупайте полную стоимость. То есть мы можем досрочно при полном выкупе. Либо расторгать, отказываться от всего и компенсировать все штрафные санкции, которые там предусмотрены. А может быть штрафная санкция прописана, это сумма всех платежей. Может? Да. И скажут, вы попали. Ну, не нужно вам это оборудование, эта машина. Ничего страшного, продадите их кому-то. Вот вам выкупайте все, вот вам право собственности и дальше что хотите делайте. Если мы говорим о кредитах, то мы можем самостоятельно искать любых поставщиков. Если нам банк одобрил кредитную программу, то мы можем любого поставщика найти, сделать платежку, перечислить. Высокая стоимость кредитных ресурсов недостатком не сильно является, если по лизингу такая же стоимость или выше. Как правило, удорожание по лизингу несущественно ниже, чем по кредиту. И уровень примерно находится на одном и том же. Плюсы в лизинге, что есть МДС, входящий могу его оперативно брать. И плюсы в затратах, которые я отражаю в рамках текущих лизинговых платежей. Можем, потому что поставщик нам предоставит стоимость, но по основным средствам мы тоже будем смотреть, есть сколько у нас продаж. Потому что налоговая, как говорит, если у вас по книге покупок, вычитав очень много в книге, продаж мало, и вы сдаете к возмещению МДС сразу на ковер, камералки и проблемы с налоговой. И говорят, ждите, пока пойдут продажи. Но с другой стороны, действительно, мы весь МДС возьмем к вычету. Там будет тоже и от оборудования, и от лизинговых платежей, но не такой большой. Поэтому, когда говорят, выгода в МДС и выгода в расходах, расход по кредиту мы можем только в виде амортизации, то есть амортизируя имущество. Но у меня есть право по кредиту на амортизационную премию в виде до 30%. Если свыше 3 лет до 20 лет включительно объекты, то я могу до 30% списать сразу. А при лизинге право на амортизационную премию нет. То есть при лизинге нет амортизационной премии, но многие говорят, при лизинге есть коэффициент 3. При лизинге коэффициент 3. До 3 могу списать. Но этот коэффициент 3 сводится на нет, если у вас сумма лизинговых платежей очень маленькая. Потому что не более чем сумма лизинговых платежей. То есть мы имеем право отражать расходы не более чем сумма лизинговых платежей. Но если лизинговые платежи огроменные, то я могу и лизинговый платеж и аренду. То есть если на балансе лизинга получателя, то он может амортизировать, но все равно эту амортизацию уменьшит до суммы лизинговых платежей. То есть признать, что обе позиции нельзя. Если лизинговый платеж 80 тысяч, а амортизация получилась ускоренная в коэффициентном тройку 60 тысяч, то я сколько имею право допризнать лизинговый платеж в текущий месяц? Только 20. То есть амортизация 60 плюс 20 всего 80. Если амортизация 0, сколько имею право признать расходов? Всего 80. А если амортизация 100 тысяч, амортизация в этом месяце 100 тысяч, ну и каждый месяц ускоренная с учетом коэффициента тройка, но лизинговый платеж 80. Я сколько имею право признать лизингового платежа? 0. Амортизация 80. То есть всегда на первом месте будем признавать амортизацию. 80 тысяч. А лизинговый будет 0. Хотя по договору у меня лизинговый 80. Но если я амортизирую на моем балансе объект, я начинаю признать амортизацию. Я всегда вначале признаю, сколько можно признать от амортизации. Я ее по идее хочу посчитать. Посчитаю, умножаю на 3. Получается 100. Но тут же сверяю с лизинговым платежом. Если лизинговый платеж меньше, чем сумма амортизации на числе, я должен аппетит уменьшить. Вот в этих загвоздках налогового кодекса и получается не сильная выгодность. То есть, многие говорят, купив комбайн Джон Дир за 15 миллионов рублей, ну или там за 5 миллионов рублей, по кредитному договору, я могу сразу амортизационную премию 30% списать. А в отдельных регионах закон разрешает на чуть ли до 90%. А если у меня упрощенка, так вообще хорошо. Потому что при упрощенной системе налогоблажения я весь комбайн в текущем году спешу. Стоит 15 миллионов, и все 15 миллионов признаю расходом. А если это у нас собственности нет, мы хоть и вложились, у нас только текущие лизинговые платежи. Ну, еще раз, если вы на упрощенке, вам лизинг это не ваш вариант. Сразу. То есть, если у вас общая система, еще можем думать о лизинге, о кредите. Отсутствие программ долгосрочного кредитования. Это минус в кредитных. Но ни одни договоры лизинга на сегодня не кредитуются на срок больше 5 лет. Более того, это редкость на срок 5 лет увидеть. У вас примерно какие сроки? 5. То есть, это максимальный срок, на который кредитуют. А так, 2-3 года – это норма. Что по лизингу? По кредитам действительно, кредитные линии всегда они периодические. То есть, долгосрочных нету кредитных программ. Но и долгосрочных лизинговых тоже нет. То есть, это нужно найти. Супер. Давайте посмотрим, какие преимущества лизинга и скажем, правда или ложь. Миф или не миф. Оформляя договор лизинга, например, перед автокредитом, если автомобиль хотим в лизинг или в кредит. Какие преимущества? Возможность сэкономить на налогах. Правда или ложь? И на каких налогах мы сэкономим? Это миф. Потому что в договоре будут пропишут, что даже если на вашем балансе все налоги и так ваши. Если же на балансе лизинга дателя, но там штрафы, пение и что-то еще, вам их перевыставят, как вам перевыставляют по договору, верно? Потому что разорится лизинговая компания, если вы каждый день будете по 5 тысяч нарушать что-то. Во-вторых, это по поводу транспортного налога. По поводу штрафов. По поводу налога на прибыль. Тоже здесь сильно преувеличена вот эта выгода, что вы сможете признать и амортизацию с ускоренным коэффициентом тройка, и лизинговый платеж. Это не так. Общая сумма всех затрат не больше, чем сумма лизинговых платежей. Если у меня лизинговый платеж в месяц 60 тысяч, то максимум, что я могу признать по договору, неважно на чем балансе, неважно на моем, неважно амортизирую, не амортизирую, максимум всех расходов будет 60. Поэтому здесь всегда звездочка. Но как популистный, звучит хорошо. Отсутствие необходимости дополнительного залогового обеспечения. Кредиты, займы. По кредитам и по займам может сам объект служить залогом. Уже это давно так. Поэтому тоже скажем миф. Что значит дополнительное залоговое? Если это юрлицо, и те, и другие будут просить гарантам выступать, со заемщиком выступать. От кого? Собственника компании. У вас по вашей компании директора просили писать гарантийные письма. Просят, да? То есть это однозначно. Потому что нельзя говорить, что по кредиту просят банки, а по лизинговым компаниям могут не просить. Могут не просить, но они что делают? Просят. Тоже миф. Ну или говорим, что может быть. Более лояльное отношение со стороны кредитора. Что это означает? Что если банки могут жестко говорить, нет, вы нам не подходите и все такое, то лизинговая компания может более лояльно относиться. Но более лояльно уже говорит о том, что может, а может и не может. Правильно? Все равно кредитная компания, как и лизинговая, кредитная организация, как и лизинговая организация, они должны проявлять должную осмотрительность, оценивать кредитоспособность, также запрашивают баланс, также все активы, также применяют коэффициенты для обеспечений и точно так же ведут учет. То есть я читал финансовый анализ для лизинговых компаний, ничего именно в отличие от оценки кредитоспособности кредитора у них нет. Но другое дело, конечно, если там какие-то бизнесы связаны и прочие структуры, но это можно сказать и про банки, что если это группа компаний, и это их дочка, мать, и за них поручают, гарантируют другие компании, то даже если у нее чуть-чуть не очень хорошо с ее кредитоспособностью, они могут взять в заемщики или гаранты, или поручители и смотрят уже по-другому на этого заемщика. Большой перечень дополнительных услуг. Бесплатная замена резины, масла, техобслуживание и так далее. То есть по лизингу это есть. На самом деле это договаривается и с автосалонами, правильно? То есть если я по кредитному, а, у вас вот этого перечня ничего нет. Это означает, что вот это и выгода, даже если она бывает, ее можно получить, а можно и по договору ее не получить. То есть поэтому у вас все платно, у вас техобслуживание платно, все платно. Ну и соответственно преимущество лизинга перед кредитом в части автомобиля, можно сказать, что они его недостатки. Есть и недостатки. Недостаток. Лизингополучатель никогда не станет собственником до тех пор, пока не выкупит последнюю копейку выкупной стоимости. А по договору кредитному сразу и собственник. В этом как бы недостаток лизинга, и он проигрывает в кредите. Второй минус. Вещь, оформленная в собственность по лизингу, на нее могут налагаться взыскания по обязательствам фирмы. Что это значит? Это же не наша собственность. Но если у нас есть активы, то это какие-то активы, которые могут взыскать. А можно ли рассматривать договор лизинга реально как право получить что-то, если там остается что-то? Поэтому все судебные конторы и суды учитывают наличие договоров лизинга как прав. То есть если у меня остается выкупная стоимость там 20 тысяч, 30 тысяч. Могут ли они общаться с нашими кредиторами другими, которые могут претендовать на это все имущество? Говорят, мы да выкупим. Цессии, уступки, права, долги. Они могут выйти на кого? На лизинговую компанию кредитора, доплатить остаточную стоимость, конфисковать, забрать это имущество в качестве обеспечения чего-то. То есть по факту реально попадает ли имущество лизинга в реестр залоговых объектов? Нет. Потому что это собственность кого? Лизингодателя. Но может ли в рамках отношений этих дебиторка-кредиторка, то есть мы уже платим текущие лизинговые платежи, осталось еще два месяца, но у нас кризис, мы можем платить. Может быть. Могут ли они взять, продать наши долги кому-то, права кому-то, требовать еще что-то. Могут. Поэтому вот этот минус, говорят, это такой очень интересный минус, что мы, ну я в кредите, это тоже минус есть, что мы зависим от кредитора. В любом случае, когда мы отношения с кем-то вступаем, что мы получаем что-то, что кредиты, деньги по кредитным средствам, мы тоже зависим от кредитора. Говорят, а если обанкротится банк, то нам повезет. Верно ли это, Марин? Центробанк лишит лицензии, нам повезет, нам простят, пишут все долги. Это неправда. Когда банки лишают лицензию, сразу находится правоприемник на кредиты. А по нашим миллионам на счетах, по нашим миллионам на счетах, никогда по депозитам, по нашим расчетным счетам не найдется правоприемник. То есть правоприемник на наши кредиторские обязательства за должность найдется, а на нашу дебиторку и на наши активы никогда не найдется. То есть если у меня было 15 миллионов на счете в мастер-банке, и банк лишил лицензии, чего я лишился? Всего. А если я был должен 16 миллионов кредит банку, то сразу нашли правоприемника и говорят, уведомленный, ваш долг продали, вы теперь должны платить третьему лицу. Выгода? То есть я говорю, и кредиты, и лизинги в этом плане это минус. Ну и значительный еще недостаток. Платежи по лизинговому договору облагаются НДС. Хорошо это или плохо? Это недостаток для тех, кто на упрощенке. То есть если вы на упрощенке, даже не заглядываетесь на лизинг. Потому что сильно удорожает, 20% от самого тела, это существенный минус. Если 5 миллионов по шкаен, плюс миллион сверху в расходы. Но с другой стороны, плюс для упрощенца в чем? Что он сразу отразит этот миллион в расходы. И всю машину в течение года отразит всю в расходы. На упрощенке сразу 6 миллионов. Но так он бы отразил в расходы 5 миллионов условных. А так все 6. Есть экономисты, которые всегда рассчитывали, и математики, что выгоднее, кредит или лизинг в части финансовых процентов. И конечно же, здесь главный ответ зависит от процента удорожания и от процента по кредиту. То есть если мне предлагают 4% по лизингу, 16% по кредиту, я тут и думай, и не гадай, ничего сравнивать. А если при одинаковых равных условиях, то конечно всегда чуть-чуть лучше выходит лизинг. Но иногда бухгалтер говорит, не хочу заморачиваться с учетом лизинга. То есть и компания тоже. Директор, если видит, что экономия 100, 200, 300 тысяч, ничего, бухгалтерия заморочится. И если там реально выходят по расчетам и по суммам, что нам банк вообще не одобрит, а лизинг одобрит, то хочет, не хочет, заморочится. Правильно? То есть тут бизнес решает. Но если при прочих равных и банки нам дают, и те дают и одинаковые условия, и одинаковое дорожание, плюс-минус одинаково выходит, то я бы сделал в этом плане, когда одинаково, конечно, в пользу кредита. Но если банки нет, конечно, можно оформить и лизинговые отношения. У многих компаний на балансе есть. Вот сразу приведу пример. Есть крупная компания подрядчик Мосметростроя. Им банки кредиты не дают. У них вечно есть убытки. У них вечно, но они крупнейший подрядчик Мосметростроя, им государство задерживает по полгода оплаты. И по этим контрактам налоговая уже знает. Она говорит, сдавайте нам только декларации. Никакие платежки налоги не делайте. Мы сразу требованиями, инкассовыми к банку будем списывать со счета. И у них они сдают декларации, декларациями фиксируют, сколько они должны. Как только поступает транш 20 миллионов или сколько, налоговая списывает на налоги. Поступает, списывает налоги. Есть и задержки иногда и по зарплате, есть и по другим моментам. Но бухгалтер этой компании говорит, я никогда, в последние 15 лет, ну или там 10 лет, я никогда не делал платежку на налоги. Иногда пенни платим, которые возникают. Почему? Потому что у нас всегда, сегодня дата сдачи отчетности, там мы сдаем ее 25 июля, 28 июля, прибыль НДС. У нас денег нет, они будут аж 20 августа. Это время, это же страфы, пени, все идет. Ну что делать? Деньги поступили, налоговый автомат там списал из-за счета без наших платежных поручений. Такое тоже бывает. И ни один банк с нами не хочет работать, потому что если они посмотрят историю наших платежей, историю наших деклараций, как мы часто платим налоги, насколько, есть ли у нас просрочки. У нас просрочки поголовные, все всегда с просрочках. Но лизинговые компании нам дают, и нам не мешает год по 60, по 80 лизинговых договоров. То есть у них компания крупная, все строим машины, механизмы и все остальное, проходят через них. Это большие миллионы, но только через лизинговые компании. С другой стороны, если нам выгодно договариваться об удорожании, о выводе средств, еще о чем, то нам это выгоднее делать с банками или с компаниями? Конечно с компаниями. Поэтому в этом случае однозначно лизинг впереди планеты вся. И что же лучше? При прочих равных считается, что, конечно же, лизинг, ему нужно отдавать предпочтение в условиях бизнеса, в условиях отношений. При оформлении лизинга на кредитную историю клиента редко смотрят и могут закрыть глаза. Лизинговые компании не требуют от клиента справок о доходах и прочего. Это если мы говорим о физлицах, если говорим о юрлицах, то однозначно требуют, просят. Лизинговые компании дают ответы на заявку в течение нескольких рабочих дней, но для компаний это достигает до 6 недель. Вот здесь я скажу, что это один из них. Что по лизингу, что по кредиту могут рассматривать от 1 недели до 6 недель. Конечно, на сегодня все ускорилось, то есть все принимают решение быстро. Но если у меня нет отчетности, нет формы баланса формы 2 и чего-то еще, надо же время это все сделать, сформировать, определить. Крупные компании, как у вас, Марина, должны всегда. Квартал закончился, отчетность уже готова. Кто попросит, уже готова. Не просят. Вот в этом плюс. По лизинговой компании могут не просить ежеквартально. По кредитам банки просят ежеквартально, мониторят дебиторку, кредиторку ежемесячно. Ну это супер банки. Сбербанк. Сбербанк. Я их обучал недавно, они говорят, в основном мы просим ежеквартально, но видимо вы им интересны. То есть прямо ежемесячно просят все данные, да? Ну, 60-60, али-51. Ага. Выборочно, да? То есть выборочно просят какие-то счета, банк, касс. Они просто, знаете, иногда банки, я когда их обучал, говорят, мы всегда просим 51 счет постоянно, чтобы понимать, мы ревнивы в этом плане. Чтобы понимать, не открыли ли вы счета в других банках, а если были в других, чтобы проверить, не увеличились ли у вас там обороты, а вы не через наши сбербанковские. То есть сбербанк, ВТБ, особенно ВТБ ревнивы к этому относятся, сбербанк еще нормальный. То есть вы просто должны показывать им, в каких других счетах у вас есть. А ВТБ говорит, мы вплоть до того, что увеличим им комиссию за обслуживание в два раза, если они не перейдут полностью к нам. То есть такой прессинг. Получателю лизинга не нужно брать на себя обязательства по оформлению автостраховок и всего остального. Вы согласны с этим? Вот страховки на автомобиль кто делает? Это вы? Конечно, вы. Ну, это вот такие основные моменты. У нас семинар информационный. Именно что такое кредит, что такое лизинг. Основные отличия. Кредит, право собственности дает сразу. Процент удорожания именно, процентная ставка как плата за пользование судой. Какая она, зависит от банков. Лизинг. Конечно же, право собственности к вам не переходит, пока не выплатите последнюю роль. Ошибка в лизинге может вам стоить очень дорого, если вы передумаете на полпути. Вы все равно должны выплатить все, либо отказаться выкупать, но тогда им останется это имущество. То есть, платили лизинговые платежи, отказываетесь выкупать. Если есть штрафные санкции, заплатите штрафные санкции. Но тогда это дороже, чем обычная аренда. То есть, вопрос, аренда была бы 100 тысяч, а вы платили все 300 в месяц. Зачем вы платили такую аренду, если вы отказались? То есть, поэтому от лизинга не нужно отказываться. То есть, если вы уже вступили на путь лизинга, нужно его донести до конца. И оставить имущество себе. И выкупить выкупную оставшуюся платежную стоимость. В принципе, все. На сегодня мы закончили. У нас семинар подошел к концу. Если есть вопросы, задайте. Если нет вопросов, всем спасибо. Ждем вас на курсах в центре специалистов.